В эфире программа День города в студии Натальи Новикова. Здравствуйте! Как всегда, наши авторы поделятся с вами самыми интересными и актуальными новостями. Сегодня вы увидите не замерзнуть на дороге. На рязанских участках федеральной трассы развернуты три пункта обогрева. Крепче за баранку навыки контраварийного вождения не помешают. С праздником коллегиям в России отмечается День печати. Зима, время года непредсказуемое. Весь январь практически летают морозы, а вчера синоптики прогнозировали сильные метели. В целях обеспечения безопасности на дорогах области организовано патрулирование наиболее опасных участков, а на федеральных трассах развернуты три пункта обогрева, где водители могут не только попить горячий чай, но и переждать непогоду. В одном из таких, что в Рыбновском районе, побывала Ольга Харламова. Метель, которая вчера разбушевалась, создала трудности не только коммунальщикам, но и водителям. Плохая видимость заснеженной дороги – самое настоящее испытание для автомобилистов. А что делать, если приходится часами стоять в такую погоду в пробках на трассе, тем более, если запасы бензина уже на исходе? Для того, чтобы помочь водителям, сотрудники МЧС развернули три пункта обогрева – в Шиловском, Скопинском и Рыбновском районах. Установили такие палатки. Здесь есть отопление, достаточно тепло. Каждый замерзший водитель может зайти погреться. В такой палатке можно отдохнуть от трудной и долгой дороги, согреться, попить горячий чай, зарядить мобильное устройство связи и получить информацию о складывающейся обстановке на улице. Также у нас в районах области по указанию председателя комиссии по чрезвычайной ситуации пожарной безопасности Серимова Василия Владимировича, в каждом районе созданы группировки сил и средств из тяжелой техники. И согласно плану прикрытия федеральных дорог, который утвержден губернатором, техника распределена по участкам. Поэтому в случае затору тяжелая техника такая, как Т-150, также будут КАМАЗы, пожарные автомобили, КАМАЗы тяжелые, дорожные все, выйдут на указанные участки и будут создавать условия для движения автомобилей по трассе. На пункте обогрева одновременно может находиться до 20 человек. Если будет наблюдаться затруднение движения, его передислоцируют к месту затора. Ольга Харламова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани появились бесплатные билеты для передвижения на общественном транспорте. Воспользоваться возможностью могут автовладельцы, предъявив кондуктору свидетельство о регистрации своего транспортного средства. Эти меры были предприняты по инициативе Управления ГИБДД Рязанской области, чтобы улучшить ситуацию на дорогах города. Инициативу госавтоинспекции поддержала администрация города Рязани. И автовладельцы уже начали пользоваться своей привилегией. Люди пользуются, особенно в утренний час пик. Значительное прибавление пассажиров. Изначально на автобусы было предусмотрено и на маршруты были поставлены автобусы. Особо большой вместимости для вмещения всех желающих. Ну, совсем исправились, всех вывезли. Ожидаем теперь вечернего часа пика. Может быть, к прибавлению еще пассажиров мы готовы. Жители Рязани с пониманием отнеслись к предложению разгрузить дороги общего пользования. Ведь с сокращением количества машин уменьшается и вероятность возникновения аварийных ситуаций на дорогах. Кроме того, это дает возможность снегоуборочной технике расчистить те места, где в обычные дни стоят припаркованные автомобили. Я бы даже сказала, что удобно. Пусть чуть дольше, но зато ты будешь спокойно, что ты доберешься, так сказать, и с комфортом, и безопасно. И где не застрянешь, да? Да. А вот чем еще может быть акция полезна вообще для города? Ну, я считаю, что если такая акция будет проходить как можно чаще, будет меньше машин на дорогах, соответственно, может быть, даже станут меньше заторы, и снегоуборочная техника сможет, естественно, упирать лучше и больше. Перед началом снегопада сотрудники госавтоинспекции разработали целый план мероприятий для безопасности водителей, и он уже дает свои плоды. В целях профилактики ДТП и безопасности дорожного движения, управлением госавтоинспекции, администрации города и области и МЧС были скоординированы совместные усилия по предотвращению ДТП. Сразу хочу сказать, эти усилия привели к тому, что на территории региона за прошедшие сутки ДТП с погибшими и пострадавшими не зарегистрировано. Что касается водителей, отправляющихся за город, для них также разработан комплекс мер, который позволяет обеспечить им безопасность на дорогах. На дорогах Рязанской области было выставлено максимальное количество экипажей ДПС, максимальное количество сотрудников, несколько сотен единиц снегоуборочной техники. Совместно с подразделениями МЧС на федеральных трассах были развернуты пункты обогрева. Поскольку не все дороги города еще расчищены от снега, и остается возможность выпадения новых осадков, Госавтоинспекция Рязанской области будет и дальше информировать граждан о том, насколько долго продлятся введенные в действие меры. Кроме того, сотрудники УГИБДД России по Рязанской области благодарят тех водителей, которые оставляют личный автотранспорт дома и передвигаются на общественном транспорте. В связи с большим количеством выпадающих осадков и устойчивой гололедицы, дорожная обстановка в Рязани действительно обострилась. Некоторые, как правило, менее опытные автомобилисты к вождению в таких условиях оказались не готовы. Отчего общая картина лишь усугубляется. Совет автомобилистам, попавшим в сложную ситуацию на дороге, в нашем следующем сюжете. Колеса крутятся, а машина не едет. От такой вот неприятности девушки впадают в панику, а мужчины начинают нервничать. Но это пустяки считает инструктор по контраварийному вождению. Любую аварийную ситуацию на дороге можно избежать, соблюдая ряд нехитрых правил. С утра, особенно в морозное время, выехали с парковки, едем медленно, не пытаемся газовать, лететь. Надо дать разогреться резине, чтобы резина прогрелась. Сцепление автомобиля с дорогой зимой намного хуже, чем летом. Поэтому водителям необходимо соблюдать дистанцию между транспортными средствами, чтобы вовремя успеть затормозить. Перестраиваться в соседний ряд нужно очень плавно. И в целом зимой все движения и маневры водителей должны быть намного плавнее, чем в теплое время года. Кстати, наиболее непредсказуемо зимой ведут себя автомобили с полным приводом. Они легко могут уйти в боковое скольжение при нескоординированных действиях водителя. Управлять можно любым приводом. Самый сложный считается задний привод. Но задний привод самый, так сказать, предсказуемый. Если на переднем приводе надо при заходе в поворот на скользком покрытии давать газ, то на заднем приводе этого делать не надо абсолютно. Наоборот, надо газ сбрасывать. Большое внимание нужно уделять положению рук на руле. Обучение в школе контраварийного вождения как раз и начинается с выработки этой привычки. У нас водители любят вот так вот, да, держать руль. Вот, это называется метод доения. Вот, похоже на что-то, да, коровка. То есть руки должны находиться в секторе 10-2. Я свободно, вот, могу среагировать на ту и иную ситуацию. Да, вот, пожалуйста. Потому что у меня и локти никуда не попадают. У меня и руки стоят там, где надо. От того, как водитель держит руки на руле и как просчитывает ситуацию на дороге, зависит его безопасность и безопасность окружающих. Ведь предугадать ситуацию намного проще, чем ее исправлять. Поэтому всем водителям рекомендуется регулярно освежать свои знания. Особенно для управления автомобилем в зимнюю погоду. Итоги работы в праздничные дни подвели рязанские спасатели и огнеборцы. Количество пожаров в новогодние праздники резко возросло. Об этом журналистам рассказали в понедельник в Главном управлении МЧС Рязанской области. Ольга Харламова расскажет обо всем подробнее. Еще с древних времен пожар считается одним из самых страшных бедствий. К сожалению, в Рязани не обошлось без него и в праздничные дни. Ночью 5 января сотрудники МЧС боролись с пожаром в квартире на улице Березовая. Во время тушения огнеборцами было спасено два человека, один из которых с ожогами рук доставлен в СМП. Были эвакуированы 20 человек. На момент прибытия первого пожарного расчета горели комнаты на седьмом этаже девятиэтажного дома. Пожару был присвоен повышенный номер сложностей. Кроме того, в новогодние праздники были зарегистрированы и несчастные случаи. 1 января спасателями поисково-спасательной службы на воде города Сасово из озера Завод в районе населенного пункта Юрьево Петелинского района было извращено телом мужчины. В поисковых работах участвовали 6 человек. В то же время, 8 января удалось спасти молодого человека, провалившись под лед на озере Маренко у населенного пункта Шумыш в Рязанском районе. Все обстоятельства этого происшествия уточняются. Ольга Харламова, Денис Беляев, телекомпания «Город». Оперативники уголовного розыска в Касимове задержали злоумышленника, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровьям 32-летнему жителю города. Мужчина от полученных травм скончался. Подробности в сюжете. Жители райцентра нашли на улице города мужчину. В бессознательном состоянии вызвали ему скорую помощь. В приемном покое Касимовская центральная районная больница, несмотря на все усилия медиков, пострадавший скончался. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма и множественные повреждения внутренних органов. Это были травмы явно криминального характера. Оперативники установили личность погибшего. Им оказался 32-летний житель Касимова. В ходе осмотра места обнаружения пострадавшего и опроса жителей ближайших домов обнаружить следы злоумышленника или найти очевидцев преступления не удалось. Не привели к успеху и беседы оперативников с родными и знакомыми погибшего. Список людей, с которыми встречались полицейские, все расширялся. Но результата не было. Однако вскоре оперативным путем удалось выяснить, что к нанесению травм пострадавшему может быть причастен 23-летний житель города. Сотрудники полиции установили, что молодой Касимовец был уже четырежды судим за преступление против личности. Чтобы задержать злоумышленника, который имеет такой богатый криминальный опыт, была разработана специальная полицейская операция. Сотрудники полиции задержали злоумышленника на улице, на окраине Касимова. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. 13 января в России отмечается День печати. И рязанские журналисты сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Авторы сюжетов и статьи, ежедневно освещающих события нашего региона, получили региональные награды в правительстве Рязанской области. Отметили и нашу телекомпанию. Свой профессиональный праздник отмечают не только журналисты, но и все люди, относящиеся к прессе. Это и редакторы, и режиссеры монтажа, видеооператоры, фотографы, выпускающие и многие другие. Более полусотни представителей средств массовой информации со всей области сегодня отметили региональными наградами. Среди них были и сотрудники телекомпании «Город». Ваши читатели, зрители верят вам и относятся к вам с большим уважением. Мы с большим вниманием относимся к вашим материалам. Стараемся реагировать на информацию, которая затрагивает интересы людей. Сегодня здесь собрались профессионалы высокого уровня. У вас есть чему поучиться. А главное, что должны перенять в опытных метров начинающие журналисты, это четкая гражданская позиция и ответственность за слово. Какие бы события ни происходили в стране, журналист всегда узнает о них в числе первых. Если говорить о профессии локально, в масштабах города или области, то именно от работы средств массовой информации, от их ответственности и отдачи напрямую зависит то, какое впечатление сложится о регионе. Именно средства массовой информации привлекают внимание к проблемам, требующим решения, формируют общественное мнение. Вы не просто сообщаете важную информацию, но и представляете свои площадки для дискуссий, а также представление точек зрения во всем их многообразии участников различных процессов, как политических, так и экономических и общественных. Работники печатных изданий и телевизионщики – это профессионалы слова. Именно их труды позволяют гражданам быть в курсе всех событий. В современных реалиях людей, которые считают День печати своим профессиональным праздником, становится все больше. И сегодня мы принимаем поздравления и поздравляем в ответ своих коллег с наилучшими пожеланиями телекомпании «Город». И еще один праздник выполнен 13 января. Сегодня в ночь отмечается Старый Новый год. Праздничное настроение – вещь ценная, поэтому, если за начавшуюся рабочую неделю сумели его растерять, вот он повод для веселья. Старый Новый год празднуют в Казахстане, России, Белоруссии, Украине, Грузии, Армении и некоторых других странах. В нашей стране он появился с 1918 года. На сегодняшний день праздник отмечают скорее символически. Это прежде всего возможность допраздновать. Между тем, например, для верующих Старый Новый год имеет большое значение. Они могут по-настоящему отпраздновать Новый год только после окончания рождественского поста. В этот день просто пройдено, и поэтому верующие люди могут вкушать все. И не только по этому праздник, от того, что мы можем вкушать все. От того, что радость большая о родившемся Христе. И она как бы в продолжении идет праздник Рождества Христова. И праздник Старого Нового года, сочетание слов, конечно, нам непонятно. Но в этот день верующие все празднуют Новый год настоящий, истинный Новый год. Этот праздник как раз приходится на святки. Время от Рождества до Крещения святочные гадания распространены до сих пор. И не только на территории России. Девушки в это время гадают на суженого. Выйдешь или нет в этом году замуж, можно узнать, обняв забор. Если количество досок четное, шанс есть. Ну а если нет, придется подождать. Популярность Старого Нового года растет из года в год. Все больше людей относится к нему как к самостоятельному празднику, который не требует суеты и продлевает радостные впечатления от каникул. Ну а кто не успеет встретить Новый год сегодня, сможет встретить его еще раз, через месяц. По восточному календарю талисман этого года – красная огненная обезьяна. Вступит в свои права 8 февраля. И на сегодня это все новости, которыми мы хотели с вами поделиться. Смотрите далее программу подробностей и прогноз погоды. А программа «День города» прощается с вами до завтра. Желаю вам всего доброго и до встречи! Живой комплекс «Вива» – как в городе, только лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok